Для меня более близких, что это все-таки, между прочим, террористы, не только там необычайно самоотверженные герои, на самом деле все-таки не было. Вот. В достаточной степени изолированным в это время оказался и Шаламов. Меня с ним познакомил. Сейчас тоже, в общем, опять забытый, а на самом деле очень хороший поэт Валентин Валентинович Португалов, знакомый с Роман Тихановичем по Колыме. Ну, для литераторов, даже для литературной среды того времени, Шаламов был, с одной стороны, слишком бескомпромиссен. Он в человеческом отношении, именно как лагерник, не шедший нам... Не знаю, может быть, это можно назвать сделками совести, он, по крайней мере, не отступавший от своих принципов. И, скажем, поэтому, ни при какой погоде, не желавший вступать в союз писателей, к чему очень стремились, из большинства других, никогда не включавший в те немногие книги стихов, которые выходили, ну, проза не издавалась совсем, книги искореженные, книги, где все циклы были разбиты, где понять связь внутреннюю было почти невозможно, но, тем не менее, там не было, как правило, ни одной строчки, написанной для того, чтобы книжка прошла, как тогда говорят, чтобы ее можно было пробить, то есть он по заказу или в угоду цензорам и редакторам в издательствах. Так делали, правда, не все. Ром Тихоныч крайне неодобритно относился и к тому, что Толя Жигулин вынужден был включать в свои книжки периодические стихи о Первом мая и о упоминании Аркадия Викторовича Беленкова, чуть ли не троцкистов, которые отравляли колодцы, ну, в первом издании книги этой ненависти. Ну, естественно, люди возвращались разные и видели свои задачи в этом мире по-разному, а на самом деле почти каждый из них считал, что то, что он делает, это его долг. Не стремление устроиться в советском мире и как-то получше прожить, а долг завещанный теми, кто вокруг них погиб в тюрьмах и лагерях, а погибших было бесконечно больше, чем выживших. И многие из них считали, что и погибли люди лучше, чем они сами, когда Варвара Тихоновича спрашивали, ну, как же вам удалось уцелеть? Ну, отвечу, вам не повезло. Другого ответа тут нет. Потому что, в общем, каждый, ну, а потом и я уже, попав на лагерь или в тюрьму, понимает, что обстоятельства могут сложиться иначе, и все может кончиться тоже иначе. Ну, ладно, давайте сделаем перерыв, потому что я что-то не очень понимаю. Это как раз очень любопытный и сложный для меня вопрос, на первую часть, с которого очень легко ответить. Надо сказать, что большая и к тому же лучшая часть диссидентов совершенно не надеялась и не ждала близких перемен, каких-то выгод для себя. и вот для меня лично очень неприятный, но тем не менее самый популярный диссидентский тост звучал так за успех нашего безнадежного деда. Действительно, я помню, как Саша Алтунян, о чем он, кстати говоря, как выяснилось, забыл, когда я его назвал «Что-то делать в бюллетене В». Все мне цитировал, по-моему, какую-то повесть Фазилии Скандера, где речь шла о Пизанской башне, которая вот наклонена-то, наклонена, но она никак не падает и не упадет. В общем, речь шла явно о советской власти. И никакого представления о том, что могут быть при нашей жизни такие перемены, в общем, практически ни у кого из людей известного вам диссидентского круга не было. Я-то знал несколько человек, скажем так, более оптимистично. Но вред ли их надежды основывались на каком-то на каких-то реальных и разумных оценках. Я сам не думал выйти живым из тюрьмы, поскольку много раз объявлял голодовки, постоянно сидел в карцерах и достаточно реально оценивал ну, просто свое физическое состояние. Точно понимал, что вот, скажем, последний срок, это семь лет я, скорее всего, не доживу. И думаю, что примерно тоже молча про себя думал большое количество моих знакомых. Люди выходили на площади, люди что-то писали, люди собирали и передавали информацию, которая вполне была антисоветской. Люди говорили то, что они считали нужным говорить и то, что было враждебно советской власти, потому что они не могли жить иначе. Они на самом деле не стремились к каким-то грядущим переменам, а уж тем более близким, а защитить защищали самих себя от распада личности, с которым связано не только презрение к себе, как к человеку, человеку, у которого нет собственного я, нет собственного нет ощущения собственного достоинства. и вот это стремление к защите своего я и являлось, я думаю, самым важным, качеством, определившим поведение диссидентов. Это не было осознанная борьба за счастливое будущее всего человечества, используя советскую терминологию. Другое дело, почему мне это самому очень интересно, говорю, что это зачастую переходило в действия настолько самоотряженные, настолько решенные даже оттенка инстинкта самосохранения, что возникают какие-то совсем другие, наверное, чисто психологопсихиатрические вопросы, почему это делали люди, для которых любая поза, любые игры самореклама как бы для публики, любая самореклама были не просто чуждые, а отвратительные сами по себе, и тем не менее, вот можно сказать, что многие совершали поступки, которые иначе, чем героическими, и поведение их иначе, чем героическим, назвать нельзя, буквально втайне от других, повинуясь каким-то трудно объяснимым внутренним, импульсам, внутреннему какому-то ощущению необходимости этого, конечно, необходимости только для себя самого. Конечно, в диссидентском мире были люди просто гениальные в своей доброте, в своей последовательности, следовательности, скажем, властности работала Нина Петровна Лисовская, человек необычайной скромности, при том, что ну, вот, скажем, она не пошла на Красную площадь с Ларой Богораз, не пошла, потому что надо было кому-то остаться, с ее маленьким сыном Пашей, и вот она тихо сидела с Пашей, но при этом рука пистоли Марченко перепечатала тоже она, и в гласность она пришла работать для того, чтобы объединить в большей степени шумного гласность с остальным диссидентским миром предыдущего поколения. ее рассказ о ее детстве мне кажется просто таким неким мерилом не только ее поведение, но и поведение очень многих других наших знакомых. она рассказывала, ну, ее родители были научные работники, естественно, постоянно занятые в своих институтах, и ей тогда ну, 12-летней или 13-летней девочке вменялось заботиться о младшем брате. И этот брат, который, в общем, был хороший мальчик, послушный, и уроки учил без особенных напоминаний, и ел не очень капризничая. Единственное, чего он не любил, это он не любил выходить на улицу и вообще гулять. А родители это, естественно, тревожило, и, значит, Петровня полагалось вот водить и братов, чтобы он не сидел целые дни дома. И она его уговаривала, ну, вот, давай пойдем все-таки погуляем, а он отказывался и не хотел. И тогда она ему говорила, ну, ты знаешь, ведь если мы пойдем, мы можем кого-нибудь встретить, кому нужно будет помочь, и мы ему поможем. И тогда он соглашался идти на улицу. то есть на самом деле это в значительной степени, конечно, была среда совершенно особенной и не вполне ну, по крайней мере, логически объяснимой психологией. Дело дошло до того, что недавно в общем человеку профессионально занимающийся психоневрологией и столь же профессионально занимающей мось русской историей именно с по меньшей мере демократических и цивилизованных позиций доктору Тополянскому. Я даже рассказал несколько больше, чем хотел рассказывать, только для того, чтобы услышать от него оценку вот этого необъяснимого казалось бы героического поведения в ситуации, где нет никакой позы, где нет никакой уверенности в успехе или в победе, где нет даже бесконечно достаточно мощной мощного уверенности в собственных достоинствах. и тем не менее вот такие результаты прямо ограничащие с иногда и так оно и происходило с жертвой собственной жизни. я слышал какие-то вещи, которые в отчаянии говорил Толя Морченко, когда нас держали одних в карцере в пермской зоне, но меня так никогда в лагере не выпустили, только привезли из тюрьмы и продержав полгода в шезу и в карцере вернули назад в тюрьму аатолию, посадили, тоже уже не стремясь по-видиму выпускать, то есть его по-видиму хотели сразу же переправить в Чистополе, меня даже не согласовали, а пытались оставить в зоне, сделав из этого карцера как бы третью изолированную такую часть зоны, в это время 37-я зона уже была разделена на две части, там часть выделили Юрия Федорова, когда привезли меня уже перестали в карцер, барак сажать кого бы то ни было ни для карантина, ни для чего, для карантина сажали в мед. часть, а единственное, кого посадили мы тоже через пять камер от меня был Толя. Но иногда нам удавалось друг другу что-то сказать или случайно услышать разговоры с уемщиками друг друга, и было ясно, что Толя тоже не ждет того, что он выйдет живым. так что на самом деле на ваш вопрос как бы он ни был для меня интересен, у меня нет ответа. нет ответа, потому что многое непонятно мне самому. Но тем не менее то, что это действительно никак не укладывалось ни формулы там на миру и смерть скоростна, никак не укладывалось ну просто ни во что. Да, конечно, были и другие люди, были люди, которые там искренне полагали, что они получат награды за каждый отсиженный день, люди, которые там стремились к саморекламе приличным и неприличным образом. Но как раз эти люди мало что определяли. И даже выйдя, и даже уже в годы перестройки или за границей, иногда им удавалось хорошо устроиться, но никогда не удавалось и впрямь иметь какое-то серьезное влияние на тех, у кого, казалось бы, не было никаких стимулов. и если уж вы говорите об истории, то при всем моей уверенности в ее несправедливости и случайности, что ли, ближе всего к тому, чтобы найти там какое-то свое вполне достойное место. чего вам еще? Ну, я действительно очень года полтора провел голодая в одиночках, в карцерах и само по себе голодание в сочетании с изоляцией, конечно, симулирует, ну, как симулировало христианских подвижников, обостренную жизнь духа, что ли, ну, по крайней мере, тело начинает играть меньшую роль. Ну, опыт голодовок это отдельная очень сложная вещь, у меня одна из голодовок было больше сорока суток, я просто не знаю, насколько больше, потому что дальше уже он был не в состоянии считать, а это примерно то время, потом, сорока двух дней, в которые, там, от сорока двух до шестидесяти дней, когда умирали ирландские террористы в тюрьме в результате голодовок. То есть, по-видимому, это я, в общем, довольно близко подошел к предельному сроку, по крайней мере, я однажды. Это совершенно особый опыт, но я человек крещённый, библия не имеет определённое значение. Крестили меня, кстати, в Кладбищенской церкви в Ташкенте. Ну, просто я родился перед началом войны, и крестили меня уже в эмиграции, а, в эвакуации. Но у меня действительно всегда было довольно странное ощущение пути. То есть взаимной обусловленности и взаимосвязи разных частей жизни и разных событий в жизни. взаимосвязи в общем, ну, в какой-то степени их во многих случаях необходимости внутренней. Ну, во-первых, тем не менее, такое ощущение чаще всего всё-таки приходит задним числом. И поэтому не является ли оно домыслом, но с уверенностью сказать нельзя. И во-вторых, я не думаю как раз... Я думаю, что это в общем вполне индивидуальное ощущение. Я не думаю, что оно было в такой же степени или вообще в какой-то степени свойственно другим. Я думаю, что есть и ещё какие-то объяснения, которые во-первых, могут оказаться и различными у разных людей, а во-вторых, тем не менее, очень мало сформулированы. Как правило, всё заменяется достаточно лживой риторикой самоотверженной борьбе за демократические идеалы или ещё что-нибудь такое столь же бессмысленное, чего, конечно, не один из маломальски приличных и серьёзных людей, с которыми я сидел, говорить бы ни при какой погоде, слух бы не стал и думаю, что и про себя не думал. То, что это было защитой от разрушения собственной личности, по-видимому, является общим и бесспорным для всех нас. Но очевидно, были и какие-то не менее важные, но более индивидуальные причины. но, к сожалению, никто, естественно, друг с другом об этом не говорит, никаких упоминаний маломальски внятных и убедительных ни в какой литературе я не встречал, сам я ответить я повторяю, хотя довольно много думаю об этом. На этот вопрос с достаточной долей уверенности не могу и ничего внятного тополенушки мне сказать тоже не мог. Ответил бы на ваш вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...